всем привет дорогие друзья с вами урок он приветствую вас на моем канале значит сегодня в этом видео мы прогуляемся с вами по нашему райончик у по нашей жилой улице скажем там где мы живем с моей женой ирия я давно хотел записать это видео но все как-то не складывалось итак друзья давайте прогуляемся по нашей улице я хотел вам показать какая у нас здесь обстановка значит это вот такая центральная улица мы будем идти сейчас по ней ну и немножечко куда-то сворачивать какие-то еще закоулочки здесь тоже очень много я помню ходил здесь все исследовал для меня в первый раз настолько здесь все было интересно вообще очень классно тротуарчики здесь вот такие маленькие да вот по краям очень много в нашем районе вот таких вот старых японских домов это прям старый традиционный классический такой японский дом выглядит прям очень красиво видно он старый ему я не знаю лет сто двести может даже и больше у них как правило в таких домов очень большие территории там вот за этим домом еще видно там еще огромный дом какая-то фазенда я не знаю там очень много обустройства там территории вообще шикарная классные дома там в том числе даже и есть как маленький уголок с этими ну там ворота тори как маленькое святилище скажем так мы сейчас будем с вами идти туда дальше здесь всегда надо быть очень внимательным потому что вот вы видите как машины объезжают пешеходов здесь всегда автолюбители скажем так подстраховываются потому что тротуарчики здесь видите какие очень очень маленькие я первый раз очень переживал когда видел маленьких детей одних без родителей возвращающихся со школы они идут по вот этим тропинкам здесь там машины носятся это конечно было что-то так вот здесь тоже у нас видите вот такая парочка красивых домов не знаю 100 200 летних вообще шикарно я надеюсь на видео тоже хорошо будет видно надеюсь такого сильного пересвета не будет мало того здесь один дом потом дальше там еще тоже огромный дом просто там еще здесь просто вот за этими строениями жалко не видно вот так прям смотришь но вообще прям древняя япония такая там территория классно как хочется правда прогуляться там это у меня прям будет цель для моего канала я обязательно друзья отыщу людей которые предоставят возможность снять мне видео в таком доме традиционном я думаю будет интересно обязательно прогуляемся там по территории здесь там мы сейчас дальше с вами еще прогуляемся там очень много таких домов здесь вот за моей спиной вы видите уже такой двухэтажный многоквартирный домик уже современный а рядом здесь уже опять у нас старые дома вот там видно далеко это вот как центральные ворота у дома такие интересно здесь с правой стороны современные дома такие тоже прям стильные все тут ничего лишнего и опять же обратите внимание у людей никаких заборов нету вот все вот дорога все это не то чтобы тут в режиме ожидания вот ну постоянно так бы вот очень классно такой современный домик здесь вот по соседству тоже уже строят новый домик паспорт строительный вот так это все выглядит делают вот такой фундамент и собственно из каменных материалов до из бетонных это все все остальное будет из дерева здесь вот такие эти торчат штифты все потом будет здесь такой каркас насаживаться и все остальное будет из дерева и прочих там материалов так движемся двигаемся дальше вот здесь вот тоже у нас такой классный домик но вот это вот форму от у него квадратная просто и крыша квадратная без всяких там скромный такой дом большой большой классно здесь уже такие современные домики в общем здесь у нас райончик такой прям но в перемешку здесь много и таких вот современных очень старых прям очень и очень старых домов сейчас мы с вами еще туда дальше пройдем и есть еще такие дома прям знаете вот я не знаю как его сарайчиком назвать обидно но вот прям правда какой-то гаражик вот просто гаражик деревянный сто процентов отбитый просто какой-то не знаю шифером каким-то жестью какой-то не знаю мы с вами сейчас дальше там пройдем я надеюсь и я его это сниму для видео покажу вам то есть вот такой у нас здесь разносортный район здесь вот тоже очень такая большая резиденция прям огромная и за ней находится тоже старый старый дом здесь видите жалко ничего не видно там если только подниматься с другой стороны вот тут видите как тоже опасно такой резкий поворот всегда на таких редких поворотах такие зеркала чтобы водители ориентировались что там за углом вот мы сейчас с вами туда дальше прогуляемся но зайдем сначала сюда я вам кое-что покажу вот видите тоже это вот но немножечко посвежее чем те первые дома старый но тоже достаточно старый вот я не знаю отсюда видно нет то есть вон там вон он огромный огромный дом просто громадный здесь вот тоже по соседству но кстати вот немножечко такой да наперед забегая этот дом я войдет в мое следующее видео про заброшенные дома это как раз таки японский дом заброшенный там все закрыто вы видели уже все там заросло мы потом немножко поподробнее его пробежим посмотрим что там да как да интересно вообще хотелось бы зайти в этот дом любопытно просто интересно как там внутри атмосферка так продолжаем идти вот опять же я тут снимаю видео но всегда как говорится это вовсе во всем внимание потому что вы видите да вот здесь уже дорога здесь уже машины ездят вот вы видите я иду машина меня объезжает об потом возвращается также связь с велосипедами дело обстоит паскан быстро пойдем тут если ты едешь на велосипеде здесь то машина тебе объедет прям метра за полтора для подстраховки чтобы как говорится не дай бог вы там не вильнули вправо и чтобы вас случайно не задела машина так мы с вами сейчас она пойдемте прямо тут просто очень много разных вариантов где есть можно погулять вот здесь тоже с такой старый дом и раньше я тоже говорил что такие дома они всегда оставляют эти большие в них ворота на их там огромные территории всегда ворота открыты вот как здесь тоже так а тут у нас тут тоже есть такое небольшое светилище ворота тори давайте с вами туда прогуляемся и все это вот вплотную к домам в жилым все прям в таком в жилом в частном секторе вот такая здесь территория так а вот у нас тут самый как говорится маленькое светилище вот там вы видите находятся тоже два старых японских дома огромных это вот там же частная территория вообще прям хоть фильмы снимай блин ну в общем вот такие вот тут львы собаки охраняют по бокам вот там кстати где мы мимо сейчас прошли заброшенного дома туда вот вверх прямо дорога подымается там гора и вот там как раз я снимал свое самое первое видео там находится храм на этой горе и я там снимал свое первое видео когда представлялся и рассказывал о себе и то вообще как я попал в японию мы очень все в таком духе кому будет интересно загляните в историю канала и посмотрите первое видео так мы с вами движемся дальше вот тут вообще машины вы видите они в принципе такие микрофургончики да они тут разъезжаются еле-еле вплотную друг от друга вот вы видите одна машина останавливается для подстраховки а здесь еще в этом мест в этом месте еще и ходит автобус автобус такой знаете ну не сильно большой но достаточно крупный я не знаю сейчас пока мы будем идти снимать видео возможно нам попадется автобус я вам покажу его здесь порой бывают такие прям пробки вообще думаешь тут надо мастером таким быть так вот это вся территория туда туда прям целый ковер там пошел все из старых вот этих японских домов вот вы видите все это вот так выглядит вы знаете я выделю прям время мы сейчас здесь прогуляемся по этому пятачку посмотрим потом я нажму паузу и заберусь прям туда на гору наверх и сниму всю эту скажем мою территорию с высока с вершины так вот эти у нас дома это на которые мы смотрели с той стороны со стороны ворот торе да вот такие вот огромные территории здесь так надо не забывать что здесь машины ездят а то я бывает так как увлекусь вот здесь тоже такой классный дом давайте с вами сюда прогуляемся да здесь такая территория конечно же не очень ухоженная заборы что-то все валяется тут и туда это дом это не забора дом крыша вот просто все так заросло но здесь люди живут я точно знаю все как говорится вполне очень это вот такой вот старый дом интересно здесь также по соседству здесь вот там иногда в таких домах на видео плохо будет видно вот в основаниях или на углах крыши или на самой макушке там пишутся иероглифы вот в этих местах вот на краю либо там наверху вот я там вижу там изображен камон камон это такой фамильный герб японии в основном они такие круглые и вот там на этом здании я вижу изображен аккуратненько камон как раз такой же идентичный как фамильный герб моей жены ну по матери ее в общем когда у нас была свадьба с женой у меня было кимоно как раз именно с фамильным гербом с этими камонами здесь такие два пера крест-накрест достаточно такой распространенный это герб вот это знаете как у нас видимо в россии фамилии там иванова петрова седрова да так ну что здесь я в общем друзья давайте нажму паузу а затем я сейчас поднимусь туда чуть выше и мы с вами уже посмотрим на всю эту на весь этот жилой массив уже с высока итак друзья продолжаем наш путь все я сейчас поднимаюсь на небольшую возвышенность покажу вам весь этот райончик он как бы находится у нас в низине вот и даже такую ветреннюю погоду у нас в принципе здесь достаточно тихо здесь опять же слева справа везде опять старые дома здесь райончик такой очень тихий спокойный вот опять у нас начинается сейчас дождь надо быстрее успеть заснять видео чтобы как говорится не намокнуть так такая здесь нас улочка кстати вот в нашем районе здесь я наверное единственный здесь иностранец вот там видно тоже огромный дом но жалко конечно частная территория туда мы не сможем зайти но прогуляться там конечно было бы классно я хотел сказать что в этом райончике в нашем где мы живем я здесь как белая ворона все на меня обращает внимание обязательно все смотрят но я уже к этому привык то есть здесь я ни разу не видел ни одного иностранца если прямо уезжать уже садится на автобус там куда-то уезжать в центральную часть или к станции метро там да иногда бывает попадаются разные иностранцы но но здесь конкретно здесь вообще я один так здесь смотрите мы уже подходим тоже к такому интересному большому дому вот вы видим это центральный вход опять же никаких ворот все открыто всегда такая большая там территория и вот здесь у нас есть возможность немножко подняться в гору и снять не знаю получится нет в общем вот здесь очень огромный дом и вот так вот так он пошел прям все 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 такие крыши их очень много просто очень много надеюсь будет хорошо видно так сейчас я уже сам не вижу я просто руку подыму это вот относительно самая большая наша высокая точка откуда можно посмотреть на наш райончик ну либо вот там с этого с храма с горы но тоже места не особо много так что вот такая прогулка получилось ребят но сейчас я еще дойду в одно место и в конце видео покажу вам про старенькие дома совсем прям бюджетные которые похожи на какие-то гаражики и сарайчики здесь эта дорога у нас уходит в более такую центральную часть нашей местности где прямо уже такой оживленный там район жилой с высотными домами это будет следующем видео но сейчас все поэтапно я решил такой сделать немножко конструктив такой что следующее видео будет как раз про автобусы я сниму про вообще как пользоваться этими автобусами какие там правила и как они ездят вообще какая система оплаты сниму об этом короткое видео и все и затем мы уже на автобусе с вами отправимся туда прям центральную часть и с вами там погуляем там тоже достаточно интересно как вы слышите уже проснулись у нас уже проснулись у наши у нас цикады уже вовсю кричат вот ну не знаю меня в принципе не напрягает достаточно очень громко я надеюсь на видео это тоже хорошо передастся кстати друзья по поводу вот этих аппаратов с лимонадом помимо вот этих аппаратов также у нас встречается и вот такие тоже скажем не знаю киоск аппарат как его называть не знаю в общем вот такая буточка в этой буточке у нас находятся вот такая установка которая позволяет нам очищать рис вот смотрите я так вот на пальцы скажем вам объясню то есть сюда засыпается рис из мешка и дальше здесь оплачивается там вот 100 йен по моему прогон стоит один здесь у нас удаляются вот такие вот не очищенный рис какой-то не знаю там поломанный с дефектом в общем все ненужное он убирает и сюда вы уже подставляете новый мешок и затем мы уже высыпается сюда здесь накапливается очищенный рис затем вы нажимаете а вот здесь педаль он даже из после все и здесь уже чистый рис у вас в мешочке то есть первый раз я увидел для меня это было как-то вообще ну никогда такого ничего подобного не видел вот но люди пользуются уже можно догадаться что это очень старая тема я не знаю в каком году и придумали но до сих пор она строю и так друзья все мы уже вот подошли к этим как раз маленьким стареньким таким бюджетным домишкам но они жилые люди здесь живут вот они пожалуйста перед вами вот такой вот домик получается эти домики они упираются прямо в такой как сказать обрыв чик там периодически все через земля осыпается так вот здесь посадили пальмочки обставили дом горшочками и все и никаких не заборов абсолютно вообще ничего то есть здесь живет женщина я точно знаю она часто здесь вот паркует машину не этот toyota mark 2 универсал вот но здесь такой импровизированный заборчик маленький здесь вот тоже люди живут под белье там сушит мотороллер стоит газовые баллоны подключены да здесь вот тоже газовые баллоны это два жилых домика а вот этот третий уже по-моему нет слушайте как здесь опасно ходить это вот маленький тротуар тик я еще раз напоминаю вот там видно как обваливается постоянно земля на них вот так вот люди живут друзья там вот у нас эти японские старые дома с которых мы начинали в начале видео а здесь по соседству уже достаточно прям очень современные такие прям классные домики из новейших материалов вот такой вот контраст друзья вот здесь вот прям такой пятачок райончик он вообще прям наполненный застроенный весь вот такими современными домиками ну очень все друзья вот такая получилась прогулка я думаю было интересно все друзья с вам вам я всем говорю до свидания с вами был ура кун всем желаю добра саянара пока пока друзья а а